По поводу ядерки спрашивали меня, я уже свое мнение говорил, что думаю, что Путин ее все-таки применит, загорела хата, гори и сарай. Но все-таки, мне кажется, мое мнение мало чего стоит, я не аналитик, и информационно-доступа никаким каналам нет. Вот послушал я Рамис Юнус, довольно-таки авторитетный в моих глазах человек, который хороший делать прогнозы, которые осуществляются в редких случаях. То есть он как раз говорит, что, ну правда он в контексте того, что на Прибалтику не нападет Российская Федерация до тех пор, пока не справится, если справится с Украиной. Я, кстати, тоже другого мнения придерживаюсь, думаю, что неуспехи в Украине могут спровоцировать именно нападение на Казахстан, на Прибалтику, на страны Балтия. Ну и человек по толковой меня говорит, что нет, так не будет, и ядерку не будет применять, ядерное оружие Путин не будет применять, все это будет только в пугалке, до этого не дойдет. Ну в принципе понятно, что речь идет о том, что если не у Контропута, там не утабакирят свои же этого пятикратного президента пять звезд, то Путина пять президентских звезд, да, как в отеле. Да, что еще, я просто перескажу сейчас кратенько, потому что Рамис Юнус там долго, обычные эфиры там часовые, больше, и что он еще говорил, что заинтересовало, никакого перемирия олимпийского не будет, чего сейчас ждут, да. Говорит, нет, будет только нарастать на поле боя, интенсивность боев, это раз, никакого олимпийского перемирия, три, несколько месяцев он сформулировал так, на несколько, в течение нескольких ближайших месяцев, что-то будет серьезное на поле боя со стороны Украины и стран Запада, по его мнению, Рамис Юнуса. Да, что еще было, про Прибалтику сказал, что они пойдут пока с Украиной, не смогут закончить, что-то там еще было, четвертое, зараза, забыл, ну, в принципе, перемирия, ну, хорошо, то есть, еще раз напоминаю, опять же, по поводу того, как я впечатлился, насколько, я смотрю, у Юнуса этого просмотра, там, там, 70 тысяч, просмотров, это человек, который реально, там, ну, совершенно прогнозирует будущее, как, с невероятной точностью, я вот за этим слежу, там, Рамис Юнус и Агиль Груз там за Д, да, и у него, и в то же самое время, это тип, который рассказал, что 7-9 прорвут фронт мая, и захватят в мешок Харьков, там, больше 200 тысяч просмотров, это вот, в течение, там, трех дней, ну, то есть, абсолютная хинея, в принципе, понятно, что человек, пессимизм, склонность, лучше перебздеть, чем нет, здесь, совершенно четкая эволюция, там, заложена в организме, да, то есть, если там наши первобытные предки слезли с пальмы, некоторые рухнули с дуба, сидят возле костра ночи, им чудится что-то в темноте, одному кажется, что это, там, я не знаю, тигр подбирается, перебздевшему, а второму кажется, что это красивые мотыльки, светлячки, а не глаза тигра, то выживет и даст потомство тот, который перебздел и сбежал в пещеру от тигра, а не тот, которого все зячки сожрали, оказавшиеся тигром, ну, понимаете, да, логику, то есть, выживали те, кто бздел, иногда даже и чрезмерно лишний, поэтому пессимизм, это, в общем-то, эволюция в нас заложена, все с этим нормально, но сейчас просто уже это доходит до таких степеней, что вы отравляете себе люди здоровья, психическое, психологическое, поэтому помните, пожалуйста, эти три принципа, я вот вывел пока только третий, сразу смотрите первую информацию, если вас что-то депрессует какая-то инфа, кто бы вам ее не давал, узнавайте, где он берет эти источники своей информации, смотрите, чтобы эти были достоверные источники, не просто по данным нашим разведки, а сказал там Иванов Петров Сидоров на таком-то сайте, и чтобы этот сайт был тоже не пионерская, правда, да, а что-то посерьезнее, там, я не знаю, The Times, там, в таком ключе, Reuters, они тоже ошибаются, поэтому, там, меня повезло, что у меня жена журналист, да, 25 лет уже, там, то есть, она меня настраполила, как-то ответственная к этому, я понимаю, что у вас этого нет, и поэтому у вас вот это вот эволюционное паникерство, и оно берет верх совершенно законно, а у меня уже просто выдрессерил, меня жена настраполила, как это делать, то есть, три независимых источника информации, которые имеют хороший трек-экор, хорошая, там, уже репутация о том, что они не врут целенаправленно, там, и не ошибаться могут все, но целенаправленное в районе, да, как вот в этом случае, там, 200 с чем-то тысяч просмотров, я в шоке просто, да, так вот, первое, источник информации проверяйте, и проверяйте, не ленитесь, от этого ваше здоровье зависит психическое, психологическое, и физическое, и психосоматическое, оно там все связано, второе, смотрите, кто вам об этом рассказывает, имеет ли он какой-то опыт в той сфере, о которой рассуждает, да, потому что если он рассказывает, как на поле боя плохо, а сам, третий год сидит там где-то в Европе, и судит по всему о каких-то роликах, ну, серьезно, и третий вариант, и третий пункт, который стоит помнить, после не значит вследствие, то есть, когда вам рассказывают, что вот мост этот гражданский стал, они его там перестали возить технику, поэтому удар по ним будет ударом по цивильному мосту, это дает легитимное основание наносить по нам ядерное тактическое вооружение, как одно следует из другого, где, где, где следствие, как одно из другого утекает, вот мы взорвали Крымский мост, после этого по нам начали наносить удары по энергетической структуре, нет, это не так, после того, что одно событие идет после другого, они знают, что оно из-за этого идет, тем более, что это не так, там, наши станции энергетические начали бомбить после этого, ну, в 22-м году, да, когда там по Крымскому мосту первый раз взорвались машины, это практически сразу, а такие теракты, как бомбить гражданскую инфраструктуру, Россия должна была готовить там, ну, неделями, так точно, опять я затянул, да что ж такое, ну, в общем, про ядерку сказал, про олимпийское, а, вспомнил, что еще было четвертым, ядерки, ядерки не будет, да, по мнению, по мнению Рамиса Венуса, олимпийского перемирия не будет, из тех 300 миллиардов замороженных, которые сейчас есть в Европе, в Америке, Украине будут давать не тело этих ценных бумаг, их стоимости, а только проценты, вот это, чтобы было четвертое, все, тримайтесь, не паникуйте, все будет Украина, в ближайшие месяцы, по мнению Рамиса Венуса, будут серьезные какие-то изменения на поле боя, он надеется, а я надеюсь, что в нашу украинскую пользу, все будет Украина.